Уважаемые студенты, на предыдущей лекции мы с вами ознакомились с мелопролиферативными заболеваниями. В частности, понятно о мелопролиферативных заболеваниях, относящихся к мелопролиферативным заболеваниям, как хронический мелликоз, мелопролиферативные заболеваниям, фазы, дальше стадии хронического мелликоза, гистологические варианты властного криза, а также классификация терминальной стадии. На этой лекции мы с вами продолжим. Идиопатический мелофиброз. Идиопатический мелофиброз, по-другому называется субликемическим мелозом, встречается чаще в пожилом возрасте, то есть старше 60 лет. У мужчин больше, чем у женщин. Заболевание характеризуется обхлой пролиферацией преимущественно мегакариоцитов и гранулоцитов в костном мозге, развитием фиброза и экстрамидлярного кровотворения. Катогенез развития фиброза связан с ростовыми факторами мегакариоцитов и тромбоцитов, вызывающих пролиферацию фибробластов костного мозга, синтезирующих каллоген. Мегакариоцит синтезирует четвертый фактор, ингибирующий каллогеназм. Преобладает доброкачественное многолетное течение болезни с медленным увеличением селезенка. Продолжительность жизни 15-20 лет, иногда может быть еще больше. Проходят те же стадии, что и при хроническом медленной кузе. Наиболее часто развивается сплена мегария. Несколько реже гепатомегария. У 40% онлев встречается гепатомегария. Внекосномозговые кровотворения может быть обнаружено в лимфатических узлах, почках, легких, желудочно-кишечном тракте, коже, плевре и других тканях. Морфологические изменения крови и костного мозга варьируют в зависимости от стадии заболевания, развития фиброза. Клинические признаки характеризуются увеличением размеров печени и селезенки. Анемия незначительная. Субликемический лейкоцитоз. Умеренный или выраженный тромбоцитоз. Отличительными признаками являются морфологические признаки, такие как в крови сидит лейкостарная формула влево, незначительные поэклоцитоз и эритроцитов в костном мозге становятся гиперклеточным, пролиферация гранулоцитов, мегакариоцитов с признаками дизмегакариоцитопоэза, фиброз отсутствует или минимальный. На этом слайде видна огромная селезенка и умеренное увеличение печени. Развиваются тяжелые истощения. Уздутие живота вследствие массивной гепатоцепенемегалии, а может быть за счет ассета. Увеличение печени и селезенки вызывает ряд диспетических изменений. Видно увеличенный макроперапарат селезенки. Дальше в результате развития может образоваться подагрические тофсы. При диапатической мелофиброзе отмечается высокая активность шелочной фосфатазы, но однако отсутствует филадельфийская хромосома. В стадии развития фиброза к клиническому и морфологическому отношению несколько отличаются. Здесь провладает выраженная сплина гепатомегалия, умеренная или выраженная анемия, нормальное или сниженное повышенное количество лейкоцитов, нормальное или сниженное повышенное число тромбоцитов. Отличительным признаком здесь является морфологический признак. Так в крови определяется лейкостарный формулы влево, нормобласты, постоянный пайкалоцитоз, каплевидным эльтрацитам, или так называемые дакреоциты. Костный мозг становится гипоклеточным, образуется фиброз, происходит пролиферация мегакариоцитов с признаками дисмегакариоцитопоеза и остеосклероза. При субликемическом миелозе здесь видно наличие клеток костного мозга. По мере развития фиброза происходит изменение в костном мозге, то есть образуется фиброз. С третьей указано уменьшение клеток и уменьшение клеточного состава костного мозга. В терминальном стадии идиопатического миелофиброза развивается гиперликастоз. Незрелый гранулоциты преобладает. Реже является эритропластемия. Иногда завершается развитие аплазит костного мозга, который сопровождается как при апластическом аниме, ликопении, эритростепении и тромбостепении. Исходом может быть властный кризис, типа острого миелопластного лейкоза или острого миеломонобластного лейкоза, даже острого миелокориопластного лейкоза. По развитию фиброза, при прогрессировании фиброза может развиваться аплазия крововетворения. Следующим заболеванием миелопролиферативного синдрома является эритромия. По-другому, это истинная полицитемия. В литературах может встречать болезнь вакеза. Это клональный опухол миелоидной ткани, характеризующаяся повышенной продукции клеток эритроиного ряда, сочетание избыточной пролиферации клеток, гранула и мега-кориоцитопоеза. Опухолая трансформация на уровне брустообразующих единиц эритроцитов и колоннообразующих единиц гранулоцитов, моноцитарных эритроцитов. Заболевание встречается преимущественно у лиц пожилого возраста, то есть старше 50 лет. Клиническая симптоматика развивается постепенно в зависимости от стадии и длительности течения и сопутствующих осложнений. В соответствии с классификацией ВОЗ выделяют два стадия заболевания. Пролиферативная или полицитермическая, называемая, характеризующаяся нарастанием массы эритроцитов, и постполицитическая, при которой развивается ситопения, в том числе анемия, ассоцирующаяся с неэффективным гемопоэзом, фиброз в костном мозге, очаги экстрамидлярного кроветворения, гиперсплина мегадиет. Диагностический критерий согласно по классификации ВОЗ от 2000 года увеличение массы циркуляющих эритроцитов больше 25% от нормы или гемоглобин больше 185 грамм для мужчин и больше 165 грамм для женщин. Отсутствует причин для вторичного эритроцитоза, сплинами галия, клональные генетические аномалии, эндогенные формирования эритроидной колонии ин витро, тромбостоз больше 400, лейкостоз больше 12, в костном мозге панмилоз с пролиферацией клеток гранулы и мегатаряцитопоэза. Низкий уровень ЭПО сывороткой крови, дозь эритропоэтина. Продолжение следует... Продолжение следует... КОСТОР